Всем привет, дамы и господа! Слава США, слава НАТО! Я по-прежнему нахожусь в Сан-Франциско. Хотел сказать один интересный факт касательно водительских прав. Оказывается, конкретно в штате Калифорнии, не знаю как в других штатах, а в штате Калифорнии, по правам своей страны вы можете ездить до окончания их срока действия. То есть, допустим, если вы приехали в Калифорнию и у вас российские права до 28-го года, вы до 28-го года можете легально по ним ездить. Такой пункт нашли недавно мои знакомые на сайте DMV Калифорнии. А то многие говорили, там можно месяц ездить, можно только две недели. На самом деле в Калифорнии можете сколько угодно ездить, пока права действительны. Но если вы выйдете в какой-нибудь другой штат, там могут быть другие законы, вас за это оштрафуют. Потому что действительно были несколько случаев, когда моих знакомых с российскими правами останавливали полицейские и не выписывали им за это никакой штраф. Вот такой интересный факт. Также поступает много вопросов. Вот, допустим, такой вопрос пишут. Что в США беженцам дает государство? Ничего не дает, и это правильно. И я принципиально ничего не беру государство. То есть теоретически можно сесть на welfare, то есть получать денежное пособие копеечное, но потом вы не сможете легализоваться. То есть на миграционное дело это никак не влияет. Но когда у вас будет меняться статус, допустим, на получение грин-карты или получение гражданства, вам скажут, так, чувак, ты не успел приехать в страну, а уже сел на пособие, начал брать деньги у государства. Я вообще считаю, что любая халява это неправильно и плохо. Здесь есть фудбанки, но это не государственная помощь. Это, как правило, церкви, то есть там малоимущие могут взять себе бесплатно еду. Это не государственная помощь, еще раз подчеркну. Это церковь, это частные организации различные, благотворительные, выделяют такую помощь. Вот, а то действительно многие, есть даже те, которые уже приехали. Недавно мне писал человек, причем неплохой человек, действительно хороший человек, просто наивный. Он мне написал, типа, Дэн, а где можно, в какую организацию надо обратиться, чтобы получать бесплатную помощь? Вот я как бы не хочу работать, я хочу просто получать какие-то деньги и ничего не делать. Я говорю, ну нет таких организаций. Ты в США должен работать. Если у тебя есть разрешение на работу, легально работаешь, платишь налоги и так далее. Либо на фрилансе. Если у тебя есть какой-то фриланс, ты можешь там писать что-то, торговать криптой. Много моих знакомых, в том числе, я тоже торгую. В США работы много, даже для людей без документов. Но, как правило, это тяжелая физическая работа. Об этом я уже много раз говорил. Многие тут начинают уставать. Особенно те, кто работал в офисе, допустим, всю жизнь работал в офисе. Или там работал с журналистом. И тебе приходится, там, не знаю, стелить полы. Или там таскать камни. И ты, разумеется, будешь негодовать и недоволен. Но эта работа очень хорошо оплачивается. То есть, по сравнению с Россией. Здесь некоторые за день зарабатывают столько, сколько в России зарабатывали за месяц. Так что для потенциальных беженцев в США, особенно для колбасной эмиграции, еще раз повторюсь. Никто вам здесь бесплатно не будет выделять квартиры. Не будет давать какие-то деньги. Многие действительно думают, что они приедут сюда, им дадут квартиру. Им дадут денежное пособие, они будут просто плевать в потолок и собирать лопатой деньги. Нет ни в коем случае. Для переезда в США нужны реально хорошие деньги. Ехать сюда надо только с нормальными деньгами, если вы не хотите жить там по 5 человек в комнате и так далее. То есть приезжать надо в США только с деньгами, с нормальными деньгами. А еще дополнение касательно водительских прав. Отмечу, что все равно надо получать местные водительские права, потому что по российским правам у вас только полицейский. Если остановит, он вас дальше отпустит. А местные права это полноценный американский документ, с которым вы можете в гостиницу заселяться, путешествовать по этим правам. Ну в смысле на самолете даже летать. Особенно если у вас такие уже. Как у меня. У меня уже реал-айди, потому что у меня есть ССН. Я уже налоговый резидент Соединенных Штатов. Перепарковался, а то я там мешал въезду в гараж. Так вот, американские водительские права это полноценный документ, с которыми вы сможете открывать банковские карты. Ну вот если у вас уже реал-айди, вы сможете спокойно открывать банковские карты, брать кредиты, путешествовать, заселяться в отеле. Потому что с российскими правами вас в отель не заселят. Обязательно нужен паспорт. Вот у меня возникала такая проблема в Лос-Анджелесе, когда я только приехал. Я еле-еле смог заселиться в отель, потому что паспорт мой у айс офицеров. Это вот такая рекомендация касательно водительских прав. Супермаркет Рокси. Первый раз вижу такой, надо зайти и купить что-нибудь похавать. Хочу кефир. Есть ли здесь кефир? Сулпига. Беспонтовый магазин, ничего нет. Купил тебе маленький йогурт за 2 доллара и мороженое за 3 доллара. Затарился суши в магазине Safeway. Пойду пахалую. 5 долларов стоит такая коробка. Там на крыше парковка. В Сан-Франциско почти во всех магазинах Safeway на крыше парковка. Вид с крыши. Вот мой Prius. Чрезвычайно вкусно. Бизон. В Голден Гейт парке есть такой вольер, где живут бизоны. Обычно они тут прям кучей спят. Я спричу часто с этим. Ну он там еще на фоне один лежит. Вот видите, Американ Бизон. Голден Гейт парк. Сегодня здесь проходит фестиваль, куда платный вход. Поэтому, видите, огородили забором. Там рок-фестиваль. А вон по небу летает самолет-кукурузник с рекламой. Я так понимаю, это реклама какого-то пива, либо напитка в баночках. Изображены баночки. Не знаю, насколько эффективна такая реклама. Я вот, по крайней мере, не могу прочитать, что там написано. Смотрите, морда Васи. Это тушканчик. Бергерн. А он дрову тащит. Давай не будем ему мешать. Выползай. К сожалению, билетов на фестиваль уже нет. Я подошел и спросил на кассе. Они говорят, нет, все, уже продано только по спискам. То есть, заранее продавались билеты. Сейчас люди приходят, дают свою ID, как бы, его по спискам смотрят. И только потом пропускают. Слышите, как музон долбит? Смотрите, какие красивые дома. Просто идешь и кайфуешь от этой архитектуры. Такие кукольные домики. Но кайф же, скажите, жить в таком доме. А напротив, видимо, бывший завод какой-то. Первый раз в этом районе. Просто рандомно гуляю. Это не завод, оказывается, а школа. Вон там вывеска. Это школа такая гигантская. Представляете? Или это типа университет, наверное. Хайт-скул. Вот видите вход. Джордж Вашингтон хайт-скул. Церковь православная. Смотрите, а это русская католическая церковь. Интересно. Вообще, в Сан-Франциско даже очень много китайских христианских церквей. Представляете? Есть католический храм гигантский в районе Сан-Сет. Китайский. Много китайцев-христиан. Баптисты китайцы есть и так далее. И вот здесь, в Литл-Раша, в районе, много русских церквей. Здесь есть и баптистская церковь. Я туда тоже ходил. В отличие от сакраментов, в сакраментов в баптистских церквях всегда по 300-400 человек. А здесь просто такой старый приход, как бы. И там собирается, ну, 20 человек примерно. Представляете? В Сан-Франциско, в гигантском городе, 20 человек. Европа Плюс, русский магазин. Булочки. Варенье. О, мед, блин, прикинь, вот я искал мед, тут вообще дофига мед. Ну, я сейчас до машины, я, по-моему, приеду сюда и куплю мед. Так, давай, на запар. Да, ну, что тащить сейчас, вот думаешь. Я сейчас купил просто еще одну банку меда. Я терпел, знаю, куда приезжать, но я приеду потом сюда. Вообще нормально. Вот где надо покупать мед. Грибы. М-м-м, смотри, грибочки. Вот семечки. Смотри, за 2 доллара пачка. Полосатый с солью. 2 доллара. А татамана 3 доллара. Селедочка. В принципе, такую селедку я покупал в Костко. Вкусная. Здесь даже дороже. Маленькая баночка. 2,30. А вот такая вот 5,89. А вот за 2 доллара селедка. Ну, за 3. 2,99. В русских магазинах всегда есть газеты с объявлениями. Вот газета «Кстати» называется. Здесь вы можете найти недвижимость, найти работу и так далее. Всякие объявления. Вот церковь, в которую я заходил сегодня. Люди еще идут. Уже много раз видел вот эту машину с мороженым. Она, в принципе, и в Сакраменто ездит. Такие же мороженщики. В Риолинде, даже вот этом поселке. За ней обычно толпа детей бежит. Сейчас куплю какое-нибудь мороженое. Вот цены. Куплю вот это ваниловый шоколад за 4 доллара. Смотрите, какое мороженое за 4 доллара. Пасть замерзла. Аж сильно много схватил. Чрезвычайно вкусное. Реально очень вкусное мороженое. Кайф. Подписываемся на мой канал. Ставим лайки. Комментируем видео. Россия будет свободной. Россия без Путина. Нет войне. Слава Украине. Будет много всего интересного. До новых встреч.